Продолжение следует... 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 Вот так мы получили запись операции, в начале которой идет дата операции, далее номер документа. Теперь в столбце С прописываем формулу равно правый символ ячейки В3 и отсчитываем количество знаков с конца строки текста. В нашем примере их 7, пробел 0, 0, 1, 1, 9 и формулу протягиваем до конца таблицы. Те же операции повторяем с данными реестра вашего клиента. Копируем, вставляем. Убираем ненужные слова, символы, оставляем только цифры. Теперь обратите внимание, что номер документа в записи операцию вашего клиента указан в начале, поэтому меняем формулу на левый символ, который будет отсчитывать количество знаков с начала строки, то есть с левой стороны, и формулу протягиваем до конца таблицы. А теперь начинается самая важная часть нашей проверки. Объединяем на отдельном листе два реестра. При этом свернем ненужные нашему вниманию колонки. И, как я уже говорила ранее, наши итоги могут отличаться по двум причинам. Либо не хватает у одной из сторон каких-то накладных, либо суммы в документах имеют расхождение. Поэтому организуем два новых столбца для выявления разниц по значению номер документа и сумма документа. Ведь мы преобразовывали данные в числовой формат, а Excel как раз та программа, которая легко их обрабатывает. Простой формулой новочитания получаем в столбце G подклонение по номеру документа и в столбце K по сумме этого документа. В идеальных условиях мы должны получить в ячейках эти колонки к нули. Условие 0 будет означать, что документ есть в обоих реестрах с одинаковыми реквизитами. И вот сразу же это правило не срабатывает, поэтому смещаем ячейки так, чтобы номера совпадали по одной строке. Ещё раз прописываем формулу, копируем её до конца таблицы. И в первых же строках видим расхождение. Давайте в примечании дадим ему характеристику. Если по номеру значение 0, а по сумме не 0, то это расхождение по номеру. Если по номеру мы не получаем 0, то у вашего клиента такого документа нет в реестре. Следуя этому алгоритму и смещая ячейки, обрабатываем данные до самой последней строки. Продолжение следует... 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 Ранее введенное примечание напоминает нам, какова причина этого расхождения и мы присваиваем эту ссылку всему списку путем копирования. Теперь фильтруем условия по номеру документа и протягиваем примечания на все пустые примечания полученного диапазона. Мы с вами ищем расхождения, поэтому идеальные условия не нашего внимания. Поэтому устанавливаем фильтр там, где есть только примечания. Уделяем этот диапазон и переходим на новый лист. Продолжение следует... 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 Установленная форма такого акта не существует, насколько я знаю. Он составляется в свободной форме и главное правило его такое, как и для всех бухгалтерских отчетов. Он должен быть понятным вашему клиенту. Вы составляете список документов, дополняете его копиями накладных и после урегулирования всех разногласий подписываете акт сверки с одинаковыми оборотами. Акт сверки считается верным, если за один и тот же период сальдо на конец отчетного периода у вас одинаковое. Отличие в одном. У вас оно по делиту, контрагента, по кредиту или наоборот, если вы покупатель, а контрагент – поставщик. Это видео рассчитано на пользователей с базовыми знаниями Excel. Даже при введении бухгалтерского учета в специальных программах эти знания вам лучше знать и ваша монотонная работа покажется вам игрой. Наша работа завершена. Спасибо всем за внимание. До свидания.